Добрый день, уважаемые родители! Мы с вами продолжаем разговор о моментах, связанных с повышением внутричерепного давления. И возвращаясь к симптоматике повышенного внутричерепного давления, вы должны знать следующие моменты. Значит, как я уже говорил, симптомы повышенного внутричерепного давления являются беспокойство ребёнка, особенно вечерами и ночью. Его крик, сильная и частые рвоты. Кроме всего прочего, симптомами внешнего такого ребёнка является ситуация, связанная с увеличением объёма головы, гидроцефальный синдром. Кроме того, внимательные родители могут заметить у ребёнка, страдающего повышенным внутричерепным давлением, увеличение венозного рисунка, появление на голове усиленного венозного рисунка. Это происходит за счёт того, что вены внутри черепа переполняются и становятся объёмными и видимыми на сквозь тонкие косточки черепа ребёнка. Значит, следующим симптомом повышенного внутричерепного давления является отказ от еды. Дело в том, что при повышенном внутричерепном давлении осуществляется воздействие на болевые центры коры головного мозга. И в тот момент, когда ребёнок сосёт, он напрягается, и без того повышенное внутричерепное давление увеличивается ещё больше. И это вызывает болевые ощущения. Поэтому ребёнку просто больно в момент сосания. И, соответственно, он начинает отказываться от еды, терять весы. Весовые прибавки ежемесячные резко уменьшаются или отсутствуют вообще. И это должно вызвать беспокойство у вас. Даже не сколько с точки зрения проблем пищеварительного тракта, сколько это является показателем проблем, связанных с неврологией. У более старших детей тоже можем определить симптом повышенного внутричерепного давления. Это связано с патологией, прежде всего, патологией глаз. Потому что повышенное внутричерепное давление воздействует на глазодвигательные центры. И у ребёнка появляется нарушение зрения раз. Кроме того, у него появляется так называемый, это, кстати, может быть, его детей раннего возраста, так называемый синдром Грифея или синдром заходящего солнца, когда между зрачками и началом глаза, то есть сверху, вот здесь, появляется белая полоска. Это связано с тем, что глазодвигательные мышцы, они слабеют и зрачки просто уходят вниз, не фиксируясь в нормальном состоянии. И тогда, вот здесь сверху, появляется глаза, белая полоска, видна склера глаза. Это плохой показатель, говорящий о проблемах, связанных с повышенным внутричерепным давлением. Кроме всего прочего, дети более старшего возраста говорят не только о сильных головных болях, которые не снимаются ничем. Кроме того, они очень часто встречаются. Сильный рвоток на фоне головной боли, которая, кстати, никогда не приносит облегчения. Это в отличие от других проблем, связанных с головными болями, когда на фоне острой головной боли у человека происходит рвота, головная боль становится легче или проходит. У детей с повышенным внутричерепным давлением головная боль после рвоты не проходит, а может даже только усилиться. Ну и есть моменты, связанные с нарушением зрения. То есть оно становится не только хуже, но и появляются какие-то пятна, появляются какие-то вспышки, блески. Дети говорят, что они видят какие-то цветные круги, цветные точки. Это может говорить о том, что внутричерепное давление нарастает. И это все должно привести к вас, к мысли о том, что ребенку нужно лечение, нужна ваша помощь. Значит, из всего того, что я сказал сегодня в предыдущий раз, можно сделать вывод, что повышенное внутричерепное давление, как патологический симптом, является следствием состояния, связанное с нарушением процессов внутри коры головного мозга, которое случилось на последнем триместре беременности, или в родах. Чаще всего, но мы не говорим о таких моментах, как опухоль головного мозга, или кровоизлияние в мозг, наиболее частое состояние, которое вызывает повышение внутричерепного давления, это родовая травма. И вот здесь, как мы с вами говорили, повреждение шейного отдела в районе первого-второго шейного позвонка, она влечет за собой резкое изменение внутричерепного давления. И этот момент требует лечения. Что будет, если ничего не делать? Вот это очень плохая позиция родительская, когда есть мысли о том, что ребенок растет, с возрастом все образуется, все нормализуется, и так далее, и так далее. И вторая позиция родителей, которая тоже крайне негативно влияет на состояние здоровья ребенка, это мысли о том, что ничего страшного, там у папы такое было, у дедушки такое было и прошло, или там у старшего ребенка такое было и прошло. Вот это очень порочная практика, так думать совершенно беспочвенно, если вы видите, что у ребенка есть те или иные признаки, о которых мы с вами поговорили, значит ребенка нужно обследовать и лечить как можно быстрее. Как выявляется повышение внутричерепного давления, ну помимо наличия тех симптомов, о которым я сказал, ну прежде всего, помимо консультации невролога, и требуется консультация окулиста. Почему? Потому что проблемы внутричерепного давления очень часто и очень быстро приводят к изменению проблем связанных, к изменению ситуации, связанных с глазами. Это появляются застойные элементы на сосудах глаз, это из них ухудшается зрение, и другие проблемы, связанные со зрением. То есть нормальный окулист, грамотный, он очень легко определит проблемы, которые вызывают, являются следствием повышенного внутричерепного давления. Значит, ну из аппаратных исследований лучше всего определяют повышение внутричерепного давления нейросонография. Это ультразвуковое исследование, которое позволяет возможность определить напряжение сосудов коры головного мозга или лимфатических протоков, несущих лимфу и спинномозговую жидкость. Если там есть изменения, если есть нарушения, то они будут видны на нейросонографии. В принципе, эта процедура безвредна для ребёнка, её можно делать периодически, и не просто можно, но даже и нужно. Ну, при установке диагноза, как бы нам, я надеюсь, в основном всё понятно, теперь осталось выяснить, что же делать с внутричерепным давлением. Тогда, когда оно уже есть, когда повышение внутричерепного давления является установленным фактом. Вот здесь, как банально мне прозвучит, то, что я сейчас скажу, это, прежде всего, комплекс мероприятий, направленных на лечение не только ребёнка, но и всей его семьи. Почему? Потому что, смотрите, вещь очень банальная. Мы с вами начали разговоры внутричерепного давления с того, что любые изменения в поведении ребёнка влечёт за собой повышение внутричерепного давления. Плач, стресс, реакция ребёнка на окружающую среду, какое-то беспокойство и так далее. Мы с вами прекрасно знаем, а те, кто ещё не знают, пускай прислушиваются, что любые изменения, любая патологическая ситуация в семье, включая поведение родителей друг с другом, включая здоровье матери, отца и ближайших родственников окружающих ребёнка, влечёт за собой изменение его психологического состояния. А то, в свою очередь, влечёт за собой повышение внутричерепного давления, то есть реакция ребёнка на состояние окружающего его мира очень... То есть ребёнок очень зависим от состояния окружающего мира. Поэтому к этому нужно относиться чрезвычайно внимательно и чрезвычайно осторожно. Вот. И что же мы, какой комплекс, мы с вами ещё раз повторим, я уже об этом немножечко касался, на предыдущих наших встречах, о том, какие есть приёмы, снижающие внутричерепное давление. Мы об этом поговорим на нашей следующей лекции. А сегодня я хочу вам сказать, что как бы банально не прозвучало, но режим, покой, любовь, которые вы окружаете ребёнком, это основные моменты, связанные с нормализацией внутричерепного давления и, соответственно, элементы лечебного воздействия. Ну и кроме того, всегда нужна помощь специалистов. Поэтому неврологи, офтальмологи, реабилитологи, то есть специалисты, которые занимаются восстановлением состояния человека на фоне каких-то патологических процессов, они готовы прийти к вам на помощь, в том числе и специалисты нашего центра. Поэтому в следующий раз мы с вами поговорим о приёмах, которые вы можете осуществлять сами, включая в себя элементы восточной медицины, элементы массажа, элементы оздоровления ребёнка. вот так что следите за нашими встречами, обращайтесь, выходите на сайт и до следующих встреч. На этом мы сегодня заканчиваем. спасибо и берегите себя.